здравствуйте сегодня мы с вами проведем видео обзор от компании lenovo модель a750 это одна из последних моделей на базе процессора mtk 6575 cortex a9 с тактовой частотой 1 герц и основной рабочий сток то есть довольно таки очень хороший и очень много функциональности примеру один из них это быстрый доступ к любому из рабочих столов как видим мы можем быстро не перелистывая таким образом искать нужны нам потому что могут их быть сколько угодно вот мы можем добавлять рабочие столы и также само их удалять переход на этот рабочий стол пример вот теперь можем осмотреть есть еще кроме основного рабочего стола есть второстепенный здесь тоже находятся все приложения которое нам нужно довольно таки на касание отвечает дисплей четко если видим возвращаемся обратно возможность тоже скрытие верхнего бара для расширения дисплея 4 дюймовый он у нас дисплейчик в этой модели реализован видим да скрывается скрылся открылся здесь в быстром доступе мы можем включить уведомления те которые у нас есть уже переключение быстрого вида gps bluetooth wi-fi передача данных вибрация настройки звука энергосбережение яркость экрана мы можем выставить мы строим те которые нам нужно сразу таймер отключения также сама дисплей для экономии энергии поворот экрана мы включили поворот экрана также мы можем видите то есть довольно таки все быстро можем пользоваться и таким образом очень быстро работает я бы сказал можем добавить на свободный рабочий стол какие-то приложения если нам нужно к примеру вот они уже появились на пустой тоже давайте добавим какой-то ярлычок с камеры или виджет гу повор мастер быстрый доступ так же само в горизонтальном положении можно второй рабочий стол смотреть как видим работа все довольно быстро так значит по приложению на базе этого процессора с одним гигагерцом и оперативной памяти 512 ром тоже 512 плюс 32 гига с возможностью расширения все приложения работают очень быстро к примеру можем запустить одну игру сразу проверим датчик движения поворот акселерометр так вот как видим и и регулирует довольно четко и быстро есть еще несколько приложений на которых можем проверить работу этого же датчика одну из них вот 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 такая старая игра мне мне очень нравится вспомнить детство сейчас мы с вами немножко попробуем вот довольно четко все работает на все прикосновения на все касания так значит сможем с вами еще попробовать вот такую вот игру тоже для проверки датчика вот вот так вот мы летаем в космосе давайте наверное попробуем игру какую-то работающую с тачскрином к примеру Angry Birds поистолируем 哪 да это м это просто как да это это Pic и к к к вот ну есть возможность еще проверить наш емкостной экран как у нас работать на несколько касаний, к примеру это исполнение на гитаре вот по поводу самих касаний здесь идет трехпальцевое касание, то есть есть программка мультитач можем с вами проверить, видите три пальца, добавляю четвертый, то есть трехпальцевое касание можете тремя пальцами одновременно в любой игре и приложении работать по поводу всех датчиков есть программка The Davis Test, сейчас мы проверим там где стоят галочки, это есть у нас все значит первая это основная камера, значит смотрим вот наша камера разрешение, если видим 2560 на 1920, это 5 пикселей, здесь полностью качество съемки обзор 60-50 герц, 360 горизонтальная и вертикальная обзор камеры дальше, вторая камера для веб-общения, для видеосвязи, 0.3 пикселя, 640 на 480, как видим, тоже угол обзора на 360, как горизонтальная, так и вертикальная дальше есть Wi-Fi у нас, ну вот видим, Wi-Fi уже нашелся одна из домашних сетей Network, MAC-адрес показывают, как защищен герца передача и уровень защиты, вот и вторая где-то у нас только что появилась, уже нет так дальше, Bluetooth, Bluetooth не включен, требует подключения, но пока рядом Bluetooth нету, Bluetooth присутствует, значит GSM-UMTS у нас карта тоже, поддерживает GSM-VCDMA, голосовую почту, показывает MA-адрес, готова ли карточка для передачи данных в интернете дальше, акселерометр, видим, цифры изменяются, то есть для поворота вот, для поворота цифры изменяются, да, то есть акселерометр у нас работает следующий это тачскрин, разрешение тачскрина мы видим 800 на 480, то есть это реальное, то что указано от производителя значит батарея так же сама, 20% показывают сколько заряда и все данные полностью по нашей батарее видим, что литий-уона батарея 2000 мА, центральный процессор, центральный процессор у нас MT6575 на базе RM Cortex-A9 с тактовой частотой 1 Гц, с графическим процессором PowerVR HDX531 здесь показывает из-за карта, свободная и занятая память далее, динамик, микрофон, то есть какая громкость установлена на разной функции связи дальше, вибро при касании работает есть в этом телефоне вибро, тоже микрофон при включении идет запись 16 бит в секунду 410 ГГц дальше есть у нас USB выход и посмотрим операционную систему значит, видим, что мануфактура у нас идет Lenovo модель A750 продукт Lenovo 75QHD 2.3.6 версия Android версии прошивки какой дисплей идет у нас и все полностью данные, которые нужны MT6575 снова повторяется все, у нас OpenGL стоит ES-CM1.1 все стандартные для производительности дальше есть сенсоры включения и выключения датчики вот попробуем видите закрываю открываю то есть работает у нас датчик вот проверили мы этой программкой давайте попробуем с вами наверное еще выйти в интернет довольно таки быстро да вот выбираем мы, к примеру, Lenovo пошел пошло соединение есть возможность просмотра быстрого как увеличения так уменьшения текста для лучшего обзора картинок и всего остального вот выстраивается новый сайт у нас уже сайт Lenovo производителя уже можем открывать еще даже не загружить зившийся сайт и просматривать что уже есть как бы что нас интересует как бы что нас интересует так же с возможностью увеличения ручной кнопочки вот что мы сделаем дальше тест вайфай просканируем есть одна из сетей появилась мы как видим то что у нас заусом дэвис показал тоже система защиты канал локация скорость передачи данных вот значит можем зайти еще с вами в gps навител вот если мы видим да уже с предупреждением даже вот мы с вами уже гпс очень удобная функция для водителей также есть тоже ручное увеличение уменьшение в этом сенсоре или поворота если нам нужно вот вот установлен уже здесь все предустановлен флешплеер для видео в интернете play market gmail сразу возможности быстрой оптимизации время погоды часов видимо довольно все очень просто ну и в самих настройках можем с вами посмотреть общие настройки сразу темы обои экрана лаунчера можем изменять какие нам нужно из тех видите это функции Lenovo такие в виде цветочков очень красиво в разблокировке мы с вами видели дальше профили можно выставлять тоже обычный тихий улица здесь также само можно отключение аудио громкость настройки полностью что нам нужно будильник мелодия голосовые уменьшение громкости звук сообщения выставлять под себя звук уведомления звук клавиш нажатие на экран блокировка виброотклик и так же самое каждый под себя в беспроводных сетях включение Wi-Fi режим полета отключения сразу режимы модемов то есть он может быть как точкой доступа телефон для компьютера или планшета настройки настройки передача данных и настройки VPN сразу как у нас будет новое то есть мы сможем или PPTP L2TP сделать сеть тоже с него раздавать это один из плюсов сим-карты у нас есть поддерживают две сим-карты стандарта GSM и CDMA 3G GPRS Edge у нас есть HSPI 2G 3G режим сети мы можем очень хорошо работать также есть настройки голосовых данных вызовов с экраном мы можем сразу здесь без быстрой настройки переключения мы можем с вами здесь настраивать в экране анимацию отключить экран в какое время но это уже более там тонкие настройки приложение здесь управление всеми приложениями работающие использование памяти расход заряда батареи мы можем посмотреть на что используется расход батареи остановить приложение это для экономии батареи настройка языка выбрать язык и способ ввода клавиатуры русский английский здесь уже вот у нас клавиатура этот и к примеру язык ввода у нас по умолчанию здесь только стоит русский английский больше никакого ну и думаю еврит вам не нужен дата и время понятно что настройки часового пояса форматы даты и времени местоположение защиты настройка gps включение gps для карт google безопасности мы можем настроить блокировку экрана показывать пароли и выбор администратора приложение которое будет отвечать за работу вашего девайса по настройки блокировки экрана можем выставить графический ключ к примеру вот такой чтобы никто кроме вас не смог включить телефон вот мы заблокировали телефон включаем к примеру разблокировка и всегда графический ключ то есть введя неправильный графический ключ никто не сможет кроме вас зайти настройки самого телефона и вообще весь телефон дальше сам телефон теперь usb накопитель у нас встроенная память 2 гига свободно полтора sd-карта у нас всего места 8 727 свобода 1,9 можно извлечь и встроенный накопитель видите 588 то есть 600 как написано 512 даже но здесь 600 встроенной памяти даже больше расписание включения включения специальные возможности здесь пока не доступны но через маркет можно включить это голосовой всех нажатий ваших девайсе тем самым удобно будет голосом подавать команды чтобы он выполнял все ваши действия аккаунты google для плей маркета и новой почты дальше восстановление сброс можно включить резервное копирование для того чтобы если у вас что-то произойдет с вашим девайсом можно будет сбросить настройки и сделать резервную копию и теперь о самом телефоне версия у нас идет если видим модель телефона lenovo a750 версия android 2 3 6 версия модуля связи а 750 и номер сборки идет русская версия только русский английский язык вот есть кнопка возвращения где бы мы не были на каком рабочем столе кнопка возвращения теперь давайте осмотрим наверное корпус значит 4.3 4 дюйма виджа tft lcd и мкс сенсорный экран 480 на 800 есть на передней панели сенсорной кнопки возврат главное меню и дополнительное меню значит на микрофончик и сверху видите даже есть предупреждение для экономии что 15 процентов осталось у нас нужно зарядить потом датчики освещенности камера и слуховой динамик с логотипом Lenovo на верхней панели мы видим разъем 3.5 для стереонаушников дальше кнопка выключения или же блокировки экрана на этой панели мы видим кнопочку фотоаппарата и здесь видим USB mini USB разъем для подключения к зарядному устройству или же компьютеру с этой стороны у нас идут две кнопки увеличения уменьшения громкости на задней панели есть у нас логотип и марка с 3G Lenovo фото камера и довольно таки громкий динамик и так то что у нас внутри корпус довольно таки качественный крышка сидит настолько плотно что трудновато ее открыть но это хорошо значит если сгинать крышку то есть форма самой крышки настолько сделана что не так просто не будет и сломать вот внутри мы видим камеру динамик батарею батарея у нас 2000 миллиампер нам ее предостаточно будет значит внутри есть у нас два слота расширения как видим вот sim1 gsm sim2 vcdma gsm то есть эта карточка для 3g и разъем для расширения sd-карты до 32 их вот теперь давайте посмотрим внутренне саму телев коробки что у нас внутри производитель положил сюда пленочку сразу для дисплея для сохранности значит здесь надо батареи лежать инструкция инструкция как всегда наша инструкция на английском на китайском но в этом телефоне настолько все понятно что инструкцию наверное можно будет не открывать значит зарядное устройство с usb 700 миллиампер с таким вот переходничком для хорошего для перехода на наши розетки дальше есть usb кабель usb кабель у нас есть тоже с логотипом леново вот видим да и подсоединяем его если нужно нам для зарядки или же usb разъем вашего нетбука ноутбука планшета или компьютера наушники вот наушники наушники с разъемщиком 3.5 такие и с гарнитурой для быстрого ответа на звонок тоже с логотипом леново вот итак подведя итоги от данной модели могу сказать вам данная модель является последним последним моделью леново мобильным телефоном на платформе мтк 6575 он использует арм cortex а9 рамки и g sgx 531 кпу самая высокая частота может достигать 1 ггц по сравнению с мтк 6573 решение производительности значительно возрастает леново а 750 изменит народ с точки зрения дешевых смартфонов большинство людей думают дешевый смартфон думать дешевый смартфон они идут слишком медленно не может играть с крупной игрой не имея высокоскоростную сетевую интерфейс но для леново аси 750 наоборот довольно таки дешевый смартфон имеет 3g wifi 1 ггц процессор встроенный в кпу он легко справляется с 3д играми 512 оперативной памяти и гарантирует быстрое реагирование допустим мы только запустились все мы уже с вами в сети то есть на рабочем столе основном и можем работать с любым из приложений в в в в в в в и в в в в в Продолжение следует...